всем привет уважаемые подписчики с вами армаг и сегодня у нас будет партия против волки он же известен под ником ижевск на портале heroes world я ему предложил ряд в общем-то разных шаблончиков которые можно было динамично сыграть ему ни один не подошел и он говорит давай играть с м я ему говорил что с м к может под затянуться но ладно так и быть играем тот шаблончик который интересен конкретно ему эсэмку не играл давно хотя раньше когда она была популярна ну определенное количество партий на ней конечно успелось на играть шаблончик на котором игра может и очень быстро закончится и под затянуться серьезно потому что можно через вторички быстренько ломануться и уже даже на первой неделе встретиться но для этого надо чтобы охраны расклад зашел нормальный потому что здесь но все может быть блок на блоке может попадаться и с дорожками где-то не свезет и стрелковых охран насыпет может заблокировать целое направление в общем тут не знаю претензия больше генератору или собственно самому шаблончику но что есть то есть и так нам выпадает оплот я не против сразу же приходят эльфы покупаем себе уланда сразу же разбегаемся находим внешние жилища эльфов и я думаю что это будет раскладиться довольно неплохой там еще и тазар засветился это добавляет нам вариативности кого нам качать как главного героя играть мы решили на случайных городах случайных героях решаю уландом сразу же поехать и пробить внешние жилища эльфов не обязательно его сразу же выкупать но пробить стоит и на второй недельки нормально пробиваться спокойненько без проблем и решаю судя по всему эльфов сразу покупать что ли вообще я думаю разбежаться лучше не столько эльфов там набирать целую пачку но такой вариант в принципе тоже возможен вообще шаблончик довольно бедноватый много приходится бегать по разным направлениям я вот думаю ролан как бы он не заблокировал собой проход с этим сундучком чтобы не приходилось его отбегать так и там еще один сундучок наверное за вот этими вот сундучками сейчас и поедем отобьем этот сундук сразу же тазаром много золота не бывает особенно на старте повезло что здесь не было улучшенного стейка поэтому особой конкуренции у эльфа в данном бою тоже не возникло так можно некроманта купить можно иону решаю что иона сейчас будет пополезней есть возможность таким образом тазара разогнать сам тазар может пробить еще два сундучка сразу же зачем такой момент откладывать на потом и возможно даже иона эти сундучки сразу и заберет что позволит нам выкупить побольше героев и нормально в общем-то стартануть с другой стороны это может быть показателем того что у нас неплохой раскладец и соперник может такое зарестартить если будет покупать покупать героев а все равно будет отставать на старте это очень даже может быть но заставлять себя играть хуже чем ты можешь сыграть тоже не хотелось бы сейчас вполне нормальный раскладец ну неизвестно что там по блокам будет дальше дорожка всего лишь одна напоминаю что это так называемая см к шаблон 2sm 4d3 пытаются в общем-то вернуть этот шаблон в турниры потому что определенное количество лет его не задействовали в турнирах хотя раньше шаблон был популярен если брать игры сыгранные сезонных то там в общем-то см к довольно активно играется но вот в турнирах нет и да соперник таки зарестартил он не дал нам сыграть нормальный расклад заранее договорились что рестарты будут 112 то есть два дня на рестарты вот он один день на рестарты уже потратил может теперь только один раз на первый день зарестартить и все так и после рестартов меняемся цветами поехали и нам снова выпадает оплот а ему сопряжение ну тоже неплохо но мне кажется сопряжение на этом шаблончики не так сильно рулит из-за того что шаблончик бедноватый в ряде случаев ты просто не выходишь в отстройку огненных птиц и он опять рестарте стартуем еще раз в этот раз заходит болото у него рестартов уже нет и теперь уже конкретно мы с вами будем пытаться словить нормальную раздачу казалось бы вроде все хорошо приходит алкин которого можно делать главным героем вполне мы с вами об этом и попробуем позаботиться и сразу же начинаем бежать и находим блок который нельзя пройти все ты никуда не пройдешь по правилам портала herois world это технический рестарт но технические рестарты все равно заставляют тебя тратить свои рестарты если таковые есть казалось бы причем тут ты если генератор так сдал что играть невозможно ни при чем но рестарты свои ты тратить должен как по мне то технические рестарты не должны тратить ваших рестартов и вот так вот на ровном месте ребятам приходится тратить свой рестарт соперник рестартит когда ему просто что-то не нравится если у нас лучше дела идут а мы рестартим когда генератор сдает раздачу которую ну просто нереально сыграть бредовенько конечно очень даже бредовенько ждем пока соперник отходит он как раз красным цветом ходит у нас один единственный рестарт остался будем надеяться что все таки словим что-то адекватное для того чтобы можно было разыграть потому что но это совсем уже не делаем на тебе два нормальных расклада изначально который он рестартит и начинаются проблемы абсолютно необязательные ну сопряжение сопряжением но есть хотя бы внешнее жилище воздушек вот на него надежда чтобы сформировать ударные стеки из них на одних фейках здесь сыт явно не будешь ну и вправо пока что видно вроде есть куда бежать ну что приходит ход сразу же приходит лоб это замечательно я уже знаю кто у нас будет главным героем а он тоже играет за сопряжение к так хорош хорош прям лоб это сразу же есть земля так и сбоку сразу же мы видим кучу блоков нам надо разведать еще по дорожке направления наверх через штормовиков мы явно с вами не можем себе позволить и гундула приходит что тоже замечательно герой то однозначно очень и очень полезный строим гильдию магов все по стандарту и думаю запустить кого-то вот как раз по бездороге пробиваться надо же посмотреть что там находится пытаться разыграть этот раскладец как полагается лобетку пока отвлекать не хочется мы ее будем выпускать одним из последних героев так и едем вниз и видим что там блок причем блок такой который мы не в состоянии пробить так как бы сейчас не возникла ситуация при которой опять из-за сильного блока мне придется тратить свой рестарт ну что за бред ладно есть шанс на то что может быть по бездороге мы сможем пройти вверх там тоже блок и штормовиков а вот здесь мы будем пробовать так пытаемся обойти и что мы видим здесь все заблокировано какая красота и мне отсюда не выйти никак то есть мне обязательно надо пробивать тот блок выйти развиваться я никак не могу и армак обязан тратить свой второй последний рестарт просто из-за того что вот такие вот здесь бывают сдачи бред полнейший конечно просто полнейший бред соперник рестартил себе плохие расклады а мы вынуждены рестартить себе те расклады которые невозможно заиграть все сдача на удачу опять же появился улик на дорожке но его вроде бы можно обойти не сражаясь с горгульками их там по моему 50 плюс было то есть я бы их явно не потянул ну ладно будем надеяться что обойдется здесь без блоков и сможем мы нормально заиграть с соперником потому что это вообще не дело как такое можно вообще играть так покупаем танто и я думаю сделать именно танто главным героем все таки возможность подникрить себе немножечко войск она будет явно не лишней ну и поехали импят пробивать их там тоже вроде как много ну если улучшенного стека нет то может и проблем больших не будет а даже так скелетов решил тоже сразу же брать на всякий случай так и смотрим какие у нас тут будут потери могут быть и дизморали из-за нежити они же дают минус 2 морали сходу поэтому просто родная армия плюс скелеты это сразу же возможность дизморалиться в то время когда вы просто берете какой-то юнит из другого города но не нежить вам дают всего лишь минус 1 морали подставляю именно скелетов потому что их можно будет поднять отходим еще разочек бить нам не обязательно поднимаем скелета и добиваем первый бой с некрением пошел двигаемся ниже надо запустить разведчиков в разные стороны и определить куда же нам идти главным героем сражаться и справа блок ребят справа блок в виде големов ну гол големы еще ладно то есть у наших эльфов несмотря на то что эльфы нам не пришли ни с какими героями есть всего лишь 7 эльфов которых мы построили довольно бедный старт но хотя бы какой-никакой ударный стейк кентавров есть и на том спасибо големов пробить можно выстрела ваш 24 у эльфов и это позволит в общем-то медленных големов вводить вперед-назад и расстреливать поэтому несмотря на то что это блок это блок вполне себе пробиваемый и я думаю там больших проблем у нас возникнуть не должно пока худо-бедно вот то что есть можно считать вполне играбельной сдачей более-менее есть чем заниматься вот когда появляются сдачи что тебе вообще нечего делать вот это конечно бред а здесь тебе есть чем заниматься поэтому вполне себе нормально есть возможность пополнить ману мы этой возможностью пользуемся чтобы можно было скелетов опять в который раз поднимать элизар забирает армию в надежде что-нибудь отбить сверху может что-то хорошее там найдем покупаем героя который нам еще и золото будет приносить это енова я вот как раз ее тоже повыше запускаю имея там двух героев там будет больше возможности чем-то заниматься мелодию я запускаю дальше и что мы видим дальше нас ожидает блок из вампиров там может быть и грейженый стек и с одной стороны вы пробиваете охрану прохода и можете посмотреть куда она ведет ну там по охране видно что она ведет на вторичку в подземку но надо надеяться на то что охрана с обратной стороны будет тоже не стрелковая а вполне какая-то пробиваемая так элизар едет добывает для нас драгоценное золото чтобы мы могли с вами отстраиваться и нормально развиваться так ну а мы рассматриваем вариант либо поехать бить собак и феек и подникрить на них либо ехать сразу же пробивать големов вошли размышления как раз на этот счет пытаюсь оценить силу своей армии на то хватает или не хватает у меня силенок на все это дело и насколько это сейчас профитно было бы в общем решаю пока что подникрить здесь не отходя от кассы потому что неизвестно как там дальше будет по блокам если ты туда пробиваешься а там блоки тебе потом надо возвращаться опять же пробивать эти охраны но ты теряешь больше времени и ситуация не самая лицеприятная начинается так и наваливаются на скелетов это здорово что именно на них потому что их мы можем поднять я правда не стал этого делать предложили воду брать от воды отказываюсь потому что нужен либо воздух либо земля в идеале чтобы именно земелька пришла потому что и поднятие нежити тоже будет работать лучше так тут феечки пришли нам погрызть немножко нашей армии но опять же видите было бы уже прокачана некромантия до эксперта конечно на них можно было круто нанекрить а так ну такое себе разгоняем главного героя которым является тант и начиная со следующего хода можно уже использовать внешний рынок правда ресурсов не так много чтобы мы могли прям наменивать их налево и направо так улучшаем эльфов и надо будет эльфов привести домой улучшить передать на нашего главного героя и главным героем в общем то уже ехать пробиваться дальше с грейженными эльфами мы себе ну сразу же шансы значительно повышаем на то что если попадутся какие-то серьезные блоки чтобы мы были в состоянии их как-то худо-бедно но пробить улучшаются эльфы улучшаются эльфы будет армию в общем то тащить туда поближе к нашему главному герою вообще ход сейчас должен быть довольно продуктивный как минимум два таких серьезных боя должно сейчас намечаться пробивка големов и пробивка вампиров ну и сам расклад меня вынуждает в общем то идти пробиваться потому что занятий то больше нет а простаивать и ничего толком не делать это не самое лучшее решение поэтому едем бьем улучшенного стека нет и это меня радует это должно позволить с большим комфортом здесь пробиваться а за счет серьезного такого преимущества по скорости разводить их и гонять вперед-назад должно быть не так уж и сложно на прямой стреле конечно неплохо эльфы начинают их тут вырезать за единичкой кентавриков бегает прям вся толпа сразу так думаем как бы так ударить чтобы не подставиться и я решил ударить все таки скелетами чтобы кентавры со своей стороны могли что-то еще успеть помудрить опять пытаюсь отманить назад что получается сделать и вот так и собираюсь оставшихся голема вводить вперед-назад вперед-назад вперед подбегают мы их с прямой стрелы расстреливаем назад отбегают мы их просто стреляем либо можно вообще экономить выстрелы и стрелять только с прямой стрелы потому что эльфы могут стрелять только 12 раундов потому что у них каждый выстрел идет не одиночный а двойной поэтому уходит по два выстрела вместо одного а всего выстрелов как вы помните 24 поэтому иногда если ну какие-то живучие юниты вам попадаются в виде врагов то иногда стоит все-таки поэкономить эти выстрелы чтобы вам их хватило если выстрелы закончатся там уже дополнительные проблемы начинаются так и битва с вампирами и что самое неприятное я не имею возможности нормально закрыть эльфов а это значит что грейженные вампиры сейчас сразу же поедут мне блокировать наших эльфов что они в общем-то и сделали благополучно уже видно что бой будет крайне и крайне болючим для нас ну ясно что мы должны вылазить из этого боя но так же ясно что потери будут серьезные первое вампиры не получают ответки когда бьют а грейженный стек он еще и восстанавливает здоровье если бьет живых существ все это позволит бою довольно серьезно затянуться и мы от этого будем только очень очень сильно страдать вот такая вот неприятная нам охрана выпала для прохода на вторичку надеюсь что у соперника будет тоже что-то в таком же роде иначе конечно однокалиточные расклады это ну не интересно как минимум играть когда у тебя изначально нет шансов но ты про это не знаешь причем это независимо от того кому лучше зашло мне или сопернику выигрывать однокалиточные расклады тоже не интересно потому что ну ты понимаешь что тебе можно было даже не напрягаться то есть от этого все равно уже ничего не было бы решено там например у соперника такая плохая сдача что он бы все равно проиграл а как бы сложилась ситуация если бы сопернику тоже сдало хорошо непонятно так тут сдвинутая охрана но на этом шаблоне сдвинутой охраны проходить нельзя это значит что у нас вот на вот этом маленьком клочке сразу же идет три направления итак можно пойти через гремлинов но это направление сто процентов ведет к ГО ГО это главная сильная охрана которая ну она не пробивается на первой неделе а иногда даже и на второй там очень серьезные такие войска стоят поэтому пойдя по той дороге навряд я там найду что-то хорошее ну может какие-то ресурсы и получится в ближайшее время отбивать но с учетом того как у меня сейчас подслилась армия идти на еще один стрелковый стек не хочется и я заглянул в подземку там стоят ящеры которых тоже немало и это тоже сулит мне дополнительные проблемы и по третьему направлению стоят эльфы то есть у нас ребят три направления и все три направления стрелковые ну что за бред только мы с вами начали надеяться на то что все будет хорошо и нет опять какой-то бред сдает самое обидное что мне пробивать какое-то направление все равно надо потому что занятий то нет что я буду делать нахожу немножко золото сейчас вверху Простаивать по отстройке города Тоже не хотелось бы Да Отстраиваем дендроидов Сразу же их покупаем Посещаем отбитую ранее Мельницу Что дает нам тоже дополнительные ресурсы А с учетом вот этого кризиса экономического Нам любые ресурсы сейчас будут очень и очень важны Ну нам еще ресурсы очень нужны Еще и потому что внешний рынок есть И мы можем все эти ресурсы между собой выменивать Решаю пойти бить феечек Чтобы нанекрить себе стек скелетов еще чуть повыше Потому что после их пробивки Я собираюсь идти бить землянок Потому что если я иду на эльфов Это GG Если я иду на ящеров Это Ну скорее всего тоже GG И в обеих случаях я эльфов точно теряю Остальных либо теряю полностью Либо почти полностью Если я иду на гремлинов То Ну там я должен выигрывать Но скорее всего эльфов я тоже теряю При этом подслив прилично армии И остается только вот вариант С этими ребятами Но их оказывается Очень и очень много И это скорее всего тоже GG Вот так вот ребят Мы оказались в ситуации Когда куда не пойдешь Ты нигде ничего пробить не можешь Единственная охрана Наверное которую Из всех вот этих вот Мы могли бы пробить Это гремлины Но бегать без эльфов Тоже не очень-то хотелось бы И опять же надо пополнять ману Чтобы хотя бы скелетов Можно было поднять Наверное именно такой вариант Если бы там Гремлины охраняли Дальше проход на вторик Это было бы Довольно принципиально Пробивать это направление А так поскольку оно там Охраняется дорожка до ГО И там может быть Довольно маленькие Клочок земли То тоже приятного мало Ну в общем я думаю Тут все понятно Это будет слив Как бы это не было прискорбно Долго мы так Стоять не сможем Скоростных юнитов Тоже очень сильно не хватает Все эльфы уже заблокированы И нужно сбегать Чтобы просто спасти главного героя Ладно Сдаваться пока не будем Попробуем выкупить главного героя Из-за этого пострадает Отстройка города Пополнить ему ману И вторым заходом Пойти все таки Вот этот вот блок Пробить Но шансы на потерю У нас сейчас На проигрыш Точнее Очень сильно упали Тут вот еще один блок Внешнее жилище Пегасов Мы засветили в общем-то Ту территорию Которая открылась бы нам При пробивке Собственно Стрелкового стека В виде гремлинов Покупается главный герой Желательно бы Его как-нибудь разогнать Хотя Золота на это особо нет Поэтому придется Разгоняться на каком-то другом герое Что мы и делаем Теперь у нас Будет без разгона Бегать один из Помогательных героев А неделька потихоньку Близится к логическому Завершению Соперник вот говорит Что по уровню игры Он обычно На третьей неделе Ломает ГО Главную охрану Ну это вполне себе Нормально Это не темповый вариант Конечно развития Но может он в трежаки Бегает То есть сначала Идет в трежерные зоны Отъедается там А потом со спокойной Ситуацией Уже идет Убивать оппонента Что вполне себе понятно Но нам тут с вами Думать про Какие-то трежерные зоны Явно не стоит Нам бы тут Хотя бы на вторичке Пробиться Вообще Пробиваясь на вторичке Ты можешь встретиться С соперником Потому что Для него Эти же вторички Тоже являются Ближайшими Зонами Так И что здесь Находится Мы сразу же Видим ГО ГО получается По бездороге Вверх Блин Так а по дороге Тогда что Проход в трежак Что ли Что-то мы тут Подзапутались Ну наверное да Наверное Проход в трежак Ну опять же Пробить охрану Трыжака С одной И с другой Стороны Я Не смогу Тут вообще Мало что мы можем Пробить С учетом Той охраны Которая осталась Отстраиваем Пегасов И если бы Не приходилось Мне выкупать Главного героя Может быть На первой неделе Стали бы Единороги Причем Стали бы С огромной Долей Вероятности Если бы Не вот этот Слив За счет Внешнего рынка Худобенно Что-то бы Наменяли Тем более По самоцветам Проблем нет Другой вопрос Где брать Золото Чтобы потом Все это дело На второй Неделе Скупать Но Проблемы Надо решать Я думаю По мере Их поступления В общем Как показала Практика Да Надо было Все таки Идти на Гремлинов Подсливать Серьезно Армию На них Но при этом Побольше Ресурсов Золота Набрать И С этим Учетом Уже Хотя бы Единорогов Строить Как то Худобедно Там За счет Мельниц На второй Неделе Тоже Подсобрать Ресурсов Через Внешний Рынок Все это Дело Выменять На золото Пособирать Вот эти Вот сады Тому Подобные Объекты Может там Что то еще Было бы Чуть Правее Выше Заходит Воздух Тут Дерево Прокачки Бесплатное Выпало Что тоже Довольно Неплохо Ну и что Исключительно На пегасах Иду Все таки Пробивать Это направление Будем Пробивать Чисто По магии Магией Шарашим А Сами Пегасы Добивают Тех Кто На грани Смерти Остается Думаю Что здесь Вторым Заходом Нормально Получится Так Ну кентавра По любому Теряем Поэтому Я его Специально Подставляю Под Грейженый Стэк Которому Придется Бежать Бить Кентавров Поскольку Ни до Кого Больше Он не Будет Дотягиваться Задача Как можно Сильнее Точнее Как можно Быстрее Сделать Так Чтобы Стэков Стало Меньше Поэтому Я подставляюсь Под Два Стэка Вместо Целой Толпы Блин Тут Еще И Родная Земля Для Них Что Делает Так Что У них Плюс Один Скорость И Сложнее От них Как-то Закрываться И Разводить Но Стэки Тают А Пегасики Худо Бедно Но Терпят Так Ну Так Чтобы Полностью Закрыться Не Получается Да Поэтому Подставляемся Только Под Один Стэк Одного Пегаса Потеряли Но Больше Я думаю Мы Уже Не Потеряем Когда Их Осталось Всего Лишь Трое Тут Еще Проще Разводить И Я думаю Тут Уже Проблем Не Возникнет Ну Хоть Какой-то Плюсик Да Придумали Как пробить Вот эту Вот Охрану Вторым Заходом Тут Уже И золото Появляется Но Здесь Идет Развилка Вправо И Вниз И Надо Угадать По какому Направлению Пойти Приходится Удалять Скелетов Чтобы Оставаться На Разгоне Потому Что Есть Боязнь Что Соперник Находится В этой Зоне К этому Моменту Он захватил Второй Город А это Говорит О том Что В одной Из вторичек Он находится Либо На вот Этом Болоте Либо В подземке Там Где у нас Стоят Ящеры Если Если он На На Болоте Возможно Он Сможет Меня Накрыть И На Этом Игра Прекратится Армии Это У него Наверняка Больше Чем У меня У меня Тут Ситуация Крайне Неприятная Плюс Забегая Наперед Скажу Что У него Там Засветилась Была Луна А Луна Это Крайне Неприятно А Ему Дает Огромные Возможности По Темпу То То есть Всех Пешеходов Ну Не Всех Но Многих Он Может Бегать И Чисто По Магии Просто Разрывать На Карте У Меня Такой Возможности Нет И Приходится Тут Не Столько Играть Полноценно Сколько Заниматься Выживанием К Сожалению Но Это Факт Так Добываем Ресурсы Начинается У нас Вторая Неделька Еще Одну Мельницу Посетили И Стоем На Внешний Рынок Чтобы Можно Было Доскупиться Сейчас Из-под Охраны С вами Стырим Ресурсы Воровать Ресурсы Можно Из-под Охран Можно Посещать Мельницы Сады А вот Тырить Из-под Охран Артефакты Объекты Ни в коем Случае Нельзя Сначала Пробивается Охрана А только потом вы все подбираете Эксперти в некромантию Так И Думаю Сейчас Там стоит блок В виде чудищ Понятное дело Чудищ мы не пробьем Мы сейчас Подтянем армии С вами И пойдем Бить Бесов И По бездороге Тогда попробуем Пройти И посмотреть Что да как Либо можно Развернуться Но опять же А вдруг Окажется Что развернувшись Там города Не окажется И город Именно в этом направлении Так Идем Бить импов И оказывается Что мы напали Не на импов А на чудищ Вот эта вот Клеточка Которую мы Атаковали Она одновременно Охранялась Двумя юнитами И это GG Приходится Сдаваться Ой Забыл я Как Охраны В каком порядке В общем-то Атакуются Когда клетка Общая Так что Все без шансов Поражение Ребят Обидно Но Так и есть Спасибо за субтитры